С информационной картиной дня в студии Иван Никонов. 16 вопросов за 60 минут. Глава региона провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей Ниньцкого округа. Игорь Кошин рассказал о приоритетах социальной политики, непростых решениях в условиях дефицитного бюджета, точках роста и проблемных вопросах округа. География поступивших звонков разнообразна, как и круг вопросов, заданных главе региона. Прямая линия с губернатором Ниньцкого округа Игорем Кошиным традиционно вызывает интерес. Жители региона стараются задать как можно больше острых и проблемных вопросов главе региона. Звонят не только жители окружной столицы, но и сельчане. География звонков разнообразна – Индиго, Лабужская, Великовисочная и другие населенные пункты. Среди тем, поднимаемых окружными жителями – возрождение животноводческого комплекса и молочного производства в регионе. С 2014 года приняты разрешения, которые сегодня дают положительные результаты. За пять месяцев текущего года получен прирост по молоку в Ниньцкой агропромышленной компании на 100 тонн. Мы изменили механизм субсидирования. И на сегодняшний день у нас стали появляться в сельской местности фермеры. Мы возьмем ту же НИС, мы смотрим сейчас по-тельюйски. В этом году уже завез материалы на строительство фермы Алексей Игнатьевич Коткин, это СПК СУЛА. На сегодняшний день Пустозерский сельский совет, мы в прошлом году, вы помните, было принято решение о передаче фермы в агропромышленную компанию. Мы провели там определенную модернизацию. Ну как, наша агропромышленная компания провела там определенную модернизацию. И сегодня там увеличивается, не просто поголовье коров, там сегодня увеличивается, мы сегодня, вернее, молочная продукция, Пустозерский сельсовет закрыт полностью. А в город мы привозим творог и, соответственно, масло. Мы пойдем дальше этим путем. И я вас уверяю, что при желании работать, у нас везде будут либо это маленькие, либо это большие фермы, но мы обязаны просто себя обеспечить молочной продукцией. Наряду с развитием животноводства в Ниньском округе жители региона волнует вопрос развития стратегических предприятий промышленного комплекса. Если в новых экономических условиях какие-то предприятия уходят с экономической карты округа, то какие-то, напротив, получают укол оздоровления. Среди таких Наринмарский морской торговый порт. На сегодняшний день данное предприятие не совсем экономически рентабельно. Но для нас это просто необходимость. Потому что навигация, которая есть, если у нас не будет морского порта, то у нас, во-первых, будет снижен объем перевалки грузов, первое. А второе, что более печальное, цены на эту перевалку вырастут практически на порядок. И я могу сказать следующие цифры. Если взять объем переработанных грузов, то в 2014 году это было порядка 50 тысяч тонн, то в прошлом году уже было порядка 135. План на 2016 год порядка 150. Но это план. На самом деле, более важное то, что мы заказали проект реконструкции Наринмарского торгового порта. Нам необходимо привести в порядок два причала с тем, чтобы порт был настроен на работу 250-350 тысяч тонн в год. Больше необходимости у округа нет. До 2019 года необходимо реконструировать причалы порта. Сегодня готовятся проектные документации, после чего перейдут к поиску источников финансирования работ. Строительство причалов необходимо не только на территории порта. Жители округа просят главу региона поспособствовать решению вопроса о строительстве хотя бы элементарных мостовых на берегу реки, куда причаливают пассажирские теплоходы. Честно скажу, что на сегодняшний день ни проекта по обустройству, ни плана пока нет. Вот выйду сейчас из эфира, поручу нашим строителям совместно с районом этот вопрос отработать. На самом деле вы правы, должен появиться у нас наконец нормальный причал. А то мы везде рассказываем о том, что мы столица Русской Арктики, а ходим по песку по колено. Это неправильно. Тему строительства причалов продолжила тема строительства дороги Наринмарусинск. 82 километра трассы одновременно построить невозможно, отметил Игорь Кошин. Проект не только трудоемкий, но и финансово затратный, поэтому строительство разбито на несколько участков. При софинансировании из федерального бюджета сейчас ведется строительство четвертого участка в планах начала работ на третьем участке. Свои условия диктует экономика как страны в целом, так и округа. Первая задача, которая стоит, это вовремя выплатить зарплату бюджетникам и отпускные. Вы знаете, что у нас летние месяцы, у нас пиковые нагрузки на бюджет, на выплату текущую зарплату. Поэтому в первый приоритет зарплата отпускные, капитальные текущие ремонты образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, дальше уже стройка. Поэтому вот наша задача. Несмотря ни на что, социальная поддержка граждан в приоритете окруженных властей. Не исключение и летняя кампания по оздоровлению детей. В этом году на данные цели выделено 94 миллиона рублей. На эти средства смогут отдохнуть и поправить свое здоровье 335 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 545 семей проведут летний отдых по путевкам мать и детям. Если одни собираются в летние отпуска, то другие, выпускники школ Ниньского округа, думают о поступлении в ВУЗы. Многие еще не определились с выбором профессии. Игорь Кошин рассказал, в каких специалистах нуждается наш регион. У нас округ, на самом деле, если брать экономику, то это природные ресурсы и недропользование. Это сельское хозяйство, переобатывающая отрасль. Это бюджетная сфера. Это сфера управления. Вот, собственно говоря, и все. Сферу управления мы в последнее время сокращаем. Мы приспределяем полномочия и, соответственно, у нас уменьшаются и убираются излишние управленческие структуры, которые дорого обходятся нашим налогоплательщикам, а результата нет. Именно поэтому было в свое время и сделана реформа, был 95-й закон. Поэтому вот в этих сферах надо себя искать. В течение часа прямого эфира главе региона поступило 16 вопросов. Звонки продолжали поступать и по его окончании. Игорь Кошин отметил, что открыт для жителей Ненецкого округа. Обратиться напрямую к губернатору можно не только в ходе прямой линии. Ежемесячно он проводит прием граждан. Активно общается в социальных сетях. Задать вопрос можно и по телефону горячей линии.